Здравствуйте, уважаемые гости и подписчики канала Цифровой М42. Вариант номер один. Ролл 109,1А, 50 на 1,2. Проекционник. Знающие парни и девчонки наверняка заметили в нем кое-что несколько необычное. Разумеется, это диафрагма. Сама по себе установка диафрагмы в подобный объектив – это не ноу-хау. Диафрагмы ставят. Даже несколько предложений на мешке я видел. Однако, внешний вид тех проектов меня несколько сподвих на то, чтобы доделать свой. Как видите, получилось вполне опрятное изделие. На базе гелиус 44М. Фокусировка там же, где и должна быть у штатного гелиуса. Диафрагма ставится вот этим колечком. Диафрагма в сборе была взята от объектива «Индустар-23У». Но претерпела некоторые токарные доработки, чтобы более-менее правильно и более-менее без особых изменений в положении линз встать на место одного из колец. По части картинки. У меня были существенные опасения, что картинка ухудшится. Однако, она осталась в допустимых для модели пределах при открытой диафрагме. А при ее использовании резкость становится прямо-таки очень даже достойной. Без преувеличения получается весьма резкий объектив. Но это вполне ожидаемо, поскольку, повторюсь или для кого-то напомню, что на значениях порядка 5,6-8 резкими становятся практически все объективы. Второй долгострой, но уже по другому, так сказать, параметру. Если РОС-109 я начал готовить еще зимой, если покопаться у меня в группе ВКонтакте, можно даже найти дату, когда опубликован первый ролик с демонстрацией механизма, то данный объектив является долгостроем по суммарному времени работы с ним, а не по тому времени, сколько он лежал в полуфабрикатах. Это Пентакта 30 на 2,8. И тоже, как можете видеть, с диафрагмой. Непосредственно Пентакту я уже делал с диафрагмой, но на базе объектива Юпитер-8. Юпитер-8 послужил донором диафрагмы и в данном случае. Линзы были извлечены из оригинального корпуса и установлены сюда. В качестве донора геликоида и корпуса послужил объектив Юпитер-11А. Такой вот странный выбор, да? Вообще у меня прямо-таки серия объективов на базе длинофокусных, длиноходных геликоидов. Ранее уже был Тесар 50 на 3,5. Сейчас вот этот вариант. Будет еще Юпитер-11, скорее всего, на базе Таир-3А. Зачем все это нужно? Больше ход геликоида, лучше макровозможности. А уж если сама оптика позволяет реализовать такие возможности механики, то почему бы и нет? Например, Пентакта уже при открытой диафрагме даже при таком увеличении демонстрирует весьма резко детализированное изображение. А уж если ее немножечко прикрыть, то становится прямо замечательно. В целом, здесь, как и в первом случае, как и в случае первой Пентакта с диафрагмой, просвет несколько увеличился. И, как это сказалось на светосиле объектива, я уже проверял. Возвращаться к данному вопросу я уже не стану. Если интересно, ищите видео на канале соответствующее. Данный экземпляр подготовлен для фотокамер Sony E-Mount NEX. Однозначно подойдет на Кроп 1.5. Причем, что характерно, даже при такой посадке винц довольно глубоко, винетирование не увеличивается относительно других образцов. Во всяком случае, визуально, на вскидку на глаз, без однозначного тестирования, этого не заметно. Рост 109 подготовлен для Micro 4.3. Оба данных объектива предполагаются на продажу, и до этого момента я буду применять их сам. Во-первых, и для того, чтобы самому иметь лучшее представление о данных объективах. Ну и для того, чтобы вы могли оценить по картинке, насколько они хорошо собраны. И насколько они вообще работоспособны. Уверен, вы не останетесь разочарованы. И, соответственно, возникает логичный вопрос оценки данных экземпляров. Я не стану пока озвучивать. После можете заглянуть на сайт m42digital.ru или m42digital.net, где они будут представлены. Пока же отмечу, что в итоговую сумму будут включены как средние ценники на исходные части, машинное время, ну и само собой стоимость материалов, а также ряд других нюансов, которые обычно учитывает мастер. На этом у меня сегодня все. Спасибо за внимание. Спасибо, что заглянули на канал цифровой м42.